Банк России планирует в начале следующего года начать ограничивать выдачи ипотеки от застройщика по 0,1% ставкам, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиулина на заседании в Госдуме. Столь низкий процент достигается за счет завышения стоимости квартиры для покупателя и выплаты застройщикам банку этой разницы в составе комиссии для компенсации его выпадающих доходов. Центральный банк и специалисты рынка утверждают, что когда застройщик предлагает ипотечный кредит под ставку около нуля, фактически проценты по такому кредиту перекладываются в стоимость продаваемого жилья. В результате квартира или дом приобретаются по цене на 20-30% выше, чем обычная рыночная цена. Данное решение создает определенные риски как для покупателей, так и для застройщиков. Покупатели сталкиваются с невозможностью продать недвижимость, купленную в рамках льготной ипотеки от застройщиков, по ее реальной стоимости. В своем отчете Центробанк объяснил, что при таком раскладе застройщик берет на себя высокие риски из-за завышенной цены самой недвижимости. Для другой стороны, сделки риски также оправданы. Застройщики сталкиваются с точно такими же рисками, как и любой другой кредитор, с риском того, что заемщик не сможет в какой-то момент обслуживать свой долг, то есть не сможет осуществлять регулярные выплаты. При этом, если заемщик не сможет осуществлять выплаты, кредитор изыгрет заложенный объект недвижимости, попытается его продать, но продать он его по той цене, по которой этот объект был продан заемщику, уже не сможет, поскольку цена была заведомо завышена. В этой ситуации единственной нейтральной стороной остается государство, которому выгоднее, чтобы финансовые операции проходили стандартным способом, так как в конечном итоге застройщики могут оказаться в убытке, а клиенты будут задаваться вопросом о приобретении недвижимости по завышенным ценам. Центробанк будет прилагать все усилия, чтобы свести данные ипотечные ставки к минимуму. Субтитры создавал DimaTorzok